Матфея, 5 глава, 18 и 19 стих. «Доколе не предет небо и земля, ни одна иота, ни расчерта не предет из закона, пока не исполнится все». Вот эти слова знают очень многие люди. Ни одна иота не исчезнет. И слово иота, хотя в обыденной речи не встречается, это взято отсюда. И вот начинаешь когда рассматривать, то какая здесь связь. Люди клянутся всем, что есть. Клянусь небом, клянусь землей. Я стал задумываться, а почему морем не клянутся? Никогда. А написано, что море неспокойное, шумит и пенится с рамотами своими, выбрасывая ил и грязь. И когда человек на корабле, то его бросает и вся мудрость исчезает, он как пьяный шатается. А что ты можешь клясться? А землей клянутся, мать земля называют. Так вот все это связано с Библией. Небо и земля приедут, а слова мои не приедут. Прямая связь здесь. А за землей и за небом-то мы научились наблюдать. Здесь и политически, и экономически, и каких только вопросов не решают. Особенно экологию. Вот сейчас забота о том, как бы потепление не продолжилось. Заполнит целые континенты вода. Люди думают. Небо и земля приедут. Определенные щетка пригорым вынесем. Но! Слово не приедет. Я решил по всей Библии пройтись и посмотреть, что Бог говорит о земле и о небе. Вот мы сейчас немножко пройдем. Пророк Исаия, 34 глава, 16 стих говорит так. Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из сих не применит прийти, и одно другим не заменится. Ибо так повелел Господь. Что сказано, обязательно сбудется. Это из слова Его. И не применит. Ну сказано, что будет война, Армагеддон. Но можно сейчас вот соберутся, восьмерка, беседуют, хорошего президента изберут. Можно. Многое сделать. Даже отодвинуть можно. Бог отодвигает иногда сроки. Как гибель Ниневии. Но обязательно это будет. И одно другим не заменится. Но пусть бы было так, как у Давыда. Три вида казни. Избирай любую. Не заменится одно другим. Обязательно будет война. И погибнет третья часть одушевленных. Никак по-другому. Исайя 48, 18. О, если бы ты внимал закону моему, говорит Господь, то мир твой бы был, как река, и правда твоя, как волны морские. Вот что такое волны морские? Сулами. Если бы ты внимал закону Божию. Море неспокойное. И то, оказывается, напоминает о Слове Божье. Если бы ты вникал, правда твоя бы была. Оказывается, от того, что Слово Божье не у нас, не в руках, его не проповедуют. И правды никакой нет. Какая здесь вся взаимосвязь? На небо смотрят люди, знают. Вчера, сегодня, год назад. Деды мои были. Но оно может приедет, то есть исчезнет однажды. И все это увязано со Словом Божьим. Все направлено на то, чтобы уничтожить землю. И воскипят небеса. Написано, расставят стихи и разгоревшиеся. А впереди написано, и Слово Мое не приедет. Еще небо и земля целы, а Слова Божьего уже давно нету нигде. Вот смысл-то какой здесь заложен? Небо и земля есть. Все отвечают, есть. А Слово Божье где? А если его нет, то значит, мы живем уже не на земле. Никакого неба над нами нет. Это Слова Божьего нет. Евангелие от Матфея 24-35. Небо и земля приедут, но Слова Мои не приедут. Первое Петра 1-25. Но Слово Господнее пребудет вовек. А это есть то Слово, которое мы вам проповедовали. А какое они проповедовали? Что Христос сошел на землю, умер за грехи людей. И Слово-то никогда не приедет. Я все время один вопрос скажу, ну неужели не считали никогда? Ну Евангелие же было в России-то. Оно не приедет, не исчезнет. И вдруг исчезло. Можно было пройти от края до края, ни у кого не было. Особенно хорошо говорит Дмитрий Ростовский. Никакого понятия даже не было о Слове Божьем. Это ни в один день, ни в два, ни в одном месте. Вообще проехал по командировке, и ничего нигде нет. Игнатий Бринчинин об этом пишет. Тот на Украине, а этот, Ростов, в разных местах ездит. А это Черноморье, везде одно. Привозили водку везде до самого севера, спаивали северные народы за шкурки песцовые. А за Слово Божие никто не держался. Много ли? Ну я говорю, четыре человека. Нашел таких, которые заботились о Слове Божьем. И вот мы читаем Откровение 14.6. И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который нес вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, а не мертвым. У нас звучит Слово Божие иногда там, где никого нет. Уже пример же все. И вот написано, небо и земля сгорит. А одна книга в руках у ангела. Да Господи, а мы же сколько старались, заботились. Все сгорит. И написано, земля и все дела на ней. Какая она была девственная земля. А потом на нее сколько всего сделали. Культурный слой до 10 метров достигает иногда. Все это исчезнет. Вернется первоначально. Откровение 20 глава 11 стих. Я решил посмотреть еще и как небо будет вести себя. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежали небо и земля. Если Слова Божие нет, тогда напрашивается. Уже Иисус тогда прошел. Уже последние строки Писания. И упоминается опять о Библии. Ничего другого нет. Я сейчас подведу к последнему Слову. И замкнем мировую историю. И она начинается Словом. Вначале было Слово. Слово было у Бога. И кончается Словом. Последнее Слово. Бог говорит ей, гряди. 2 Петра 3.20. Небеса прейдут. Стихи, разгоревшись, разрушатся. 10 стих. Земля. И все дела на ней сгорят. Как это можно было просмотреть? Вот заботиться, какое государство, какое строительство, что-то храмы. Все разрушится. Что бы мы ни делали, все разрушится. Кроме Слова. Строим все как будто вечное, а Слова Божия нет нигде. Только совместийте слова. И уже сегодня село срочно заседает. Что, мир кончился? Суд Божий прошел? Где Слово? Так когда написано, черта не прейдет. Тут не черта полностью убрали Слово Божие. Я о чем говорю? Если другая Библия есть где-то, как можно было это не видеть, когда столько было епископов? 50 тысяч, 57 тысяч храмов было в России перед революцией. 57 тысяч людей держали Евангелие и не видели этого. Другой задачей, что Бог не оставил. Идите по всему миру. Но мы не верим, что Дух Святой сошел. Если верим, говорит, и будете мне свидетелем, Дух Святой придет. Назначение Духа Святого сдать свидетелями. Златоус говорит, я один ничего не успею сделать. Вы все должны быть благовестниками. Я уже надрываюсь, не один раз говорю об этом. В воскресенье идите с нашими братьями, пока не поздно. События очень быстро меняются. Мы пожелаем вернуться к сегодняшним дням. При такой свободе благовестия нас никто нигде не задерживает. И даже заботы никакой нет. А семя сеется. Это нам кажется, что ничего толку нет. Семя сеется, не в один день оно всходит. Пророк Иеремия 1,12 говорит так. Я бодрствую над Словом Моим, чтобы она скоро исполнила то, для чего она назначена. Господь бодрствует. И она обязательно исполнит то, что назначено для России. Обязательно по слову Божию. Ищет национальную идею, заботы, русский конгресс собирается. Вину ищет где угодно. Я вам говорю, что только на днях я промолотил 864 файла в интернете. Маленько прикиньте, что это такое. И я нигде ни разу не нашел, чтобы заговорили прямо о главной беде. А рассуждают архиереи, зарубежные, местные. Даже близко не подходят. Слово Божие вообще как будто оно отсутствует, его нет. Сектанский где-то открой, пишет. Ведь где только Слово Божие. Не знаю. И обрезание его не будет ли не обрезанием. И наоборот. И тот, кто видит, не станет ли слепым. Второзаконие 4.2. Второзаконие означает второй закон. Тот закон не выполнен был, потеряли, новое поколение народилось. И Бог заново этот закон говорит и называется второзаконие. И что Бог сказал? Я дал тебе закон. Конечно, это Израиля касается. Но мы-то вошли в наследие его. Мы, дикая маслина, привились. И поэтому все, что сказано, к Израилю к нам относится. И написано. Не прибавляйте к тому, что я, Бог, не голоса поведую вам. И не добавляйте, не убавляйте от того. Не прибавляйте, не убавляйте. Полностью убрали Слово Божие. Добавлять не к чему, а его нет. А убавлять тоже не к чему, а его нет. Вот, оказывается, как можно было справиться. Притча, 30 глава, 5-6 стих у нас при выходе. Прочитайте. И написано. Всякое Слово Бога чисто. От корки до корки. Что бы ты ни открыл. Он щит уповающим на него. Не прибавляйте к словам его, чтобы он не облечил тебя, и ты не оказался лжецом. А как добавлять, когда всякое Слово его чисто. Щит ничего не убавляет. Щит короче будет. Стрела влетит. Ни одного Слова никуда нельзя убавлять. Полностью убрали. Откровение 22, 18, 19. Знаете, многие стали пользоваться нашей терминологией. Я гляжу, что мы говорим, а они просто повторяют люди. А мы тоже Слово Божие изучаем. Кружок называет Слово. Прекрасно. Пошли наши, ничего нету. А мы Достоевского изучаем. Не Достоевский? Хорошо. Но это не Слово. Живое Слово, оно всегда бьет внутрь. Оно не будет искать вину где-то, в ком-то, в себе. Откровение 22, 18, 19. 19 стих, а дальше 20, 21. Аминь. Больше ничего нет. Там точка стоит. Библия закончилась. И говорит. Если кто приложит, что к ним, на того Бог наложит язвы. Если кто отнимет, у того Бог отнимет участие в книге жизни. Все началось. Бог посылает людей на проповедь. И Библия этим заканчивается. Если кто отнимет, если кто прибавит. Старозаконие было дано израильскому народу. А это закон для христиан. Он повторяется. Там дано было им, когда они входили в обитованную землю ханамскую. Нам дается, когда мы в небо. Мировая история заканчивается. Летит ангел и говорят. Не добавить, не убавить. И дальше аминь. После этого ничего уже нет. Все. Я и гряди, Господи Иисусе. Не добавить. Мы можем. Но нельзя. Просто это фантастика я занимаюсь. Чтобы попасть на совещание архиереев. И сказать. Эти слова для нас касаются или нет. Как вы могли не добавить. Не черту убрать. А полностью перечеркнуть Слово Божие. Не иоту одну Бог говорит. Не дам убрать. А полностью весь алфавит снили. И кратко. Ну и залфавит, а состоит весь текст. Я и гряду скоро. Это 21 стих. Значит, не добавьте, не убавьте. А я и гряду, означает, я сам проверю. Господь бодрствует над Словом Своим. Он не позволит ни одной буквы убрать. С нас не просто спрос будет, а пожар какой-то. Псалом 118.17. Псалом 118. Принято читать каждый день, кроме субботы и воскресенья. Ну так. Почему-то павильона. И вот этот Псалом говорит так. Яви милость рабу Твоему. И буду жить. И хранить Слово Твое. Особенно любит этот Псалом старобряться. Даже у меня был один у Найгера. Он большой. Самый большой Псалом. Он его наизусть по-русски выучил. И утром мы стояли. Он по-моему, тебе 118-й Псалом читает. И буду хранить Слово Твое. Как хранить, когда его нет? Только так. И буду хранить Слово Твое. Тут надо маленько добавить. Две буквы было. Это повторяли тысячу лет, Россия. Буду хранить Слово, а его нет нигде. Вот как-то пришли с князем Владимиром. Единственное, что монахи должны были принести любовь к Слову Божию. И сразу был вопрос. Княже Владимире, а у тебя есть люди грамотные? Есть. А молодые, как Дмитрий Ростовский, сразу школу набрал. Как считаем, в житиях по тысяче человек в школе было. Там у венгров, у болгар. Научите их всех грамоте. Иначе это вилами написано на воде, как Кирилл и Мефодий сказали, если грамоты нет. Грамматику надо дать, а дальше писать. Писать не зачем. Дерите березу, на березке хорошо пишется. На глине обжигайте. Вернитесь к царству Хамураппе. Начните заново все. Сумели же сделать так, что спрятать. Ничего не надо под землю зарыть. А под землей электричества не было. Явно, что они там не читали. Они в пыли так и сидели всю жизнь. Россия тысячи лет прошла насильственно. Оторванная от Бога. И нас пытаются убедить, что можно достичь святости без слова Божия. Повторяю слова Давида. Он говорит, яви милость рабу твоему. Слова-то у меня нету. Господи, пощади мне, дай слово. Их на русский язык стали переводить. Ну что можно сказать? Душа радуется. А это библейское общество. А в нем масонов столько. Я не буду спорить. Да, масоны, может быть и так. Но они дали нам слово. Ты понимаешь или нет, что такое слово? А оно переведено неправильно. Вот каждые 15 лет его надо переводить. Не надо его переводить. Оно уже переведено. Таких переводчиков больше не будет, какие были. Я даже в беседе с Александром Менем задал. Скажи, знаешь древнееврейские. А как Данил Аврамович Хвольцон, ты можешь переводить? Да, конечно нет. Он даже разговаривался. Он так повернулся. Какие же это наши знания? Это первокласснейший ученый, природный еврей. И он большую часть Библии перевел. И мы что-то пытаемся, бессовестное, наглое, против таких людей поднимать. Эти люди писали учебники для еврейских школ. Ты понимаешь, это какие знания надо было иметь им? И с оригиналами работали. Знали несколько самых древних языков. Арабский, потому что на арабском языке есть древние Библии. И давайте Библию заново переводить. Ты сначала эту прочитай хотя бы раз. Евангелист Иоанн 17,6 говорит. Ты дал мне их, Господь молится. И они, ты дал мне их. И они сохранили слово твое. Меня это потрясает. А если не сохранили слово обратно, значит, ты мне их не дал. Это прямо, божеучий от логического мышления. Ты дал мне их. Это мои люди, Господи. И признаки того, что они мои, то, что они хранят слово. А если они не хранят и не любят, ясно, не могут они быть его, и хранят, и не хранят. Это же большая разница. Значит, и не его. Да ведь это же ужас какой-то. Когда прямо Евангелие от Иоанна, с которым выходит, поднимает, и мы кланяемся, крестимся. И здесь написано, хранить. Откровение 3.8. Господь говорит, вот я отворил дверь перед тобою, и никто не может затворить ее. Почему? Потому что ты сохранил слово мое. А если не сохранил? Закрытая дверь. Я ничего не толкую. Я просто считаю слова, и от обратного исхожу на это. Я открыл перед тобой. Почему никто не закроет? А потому что они ничего не могут сделать. Никто. Мы не можем добиться встречи с ними. Никто. Они все от нас прячутся. Они могут только поносить, кусать. Но они не встретятся. Почему? Мы сохранили слово его. Насколько уж точно, это другой вопрос. Но у нас слово Божие. Найдите мне храмы православные, где бы Библия в синодальном переводе лежала на англоу. Найдите, где бы столько надписей. Пройдите хоть один раз, еще раз прочитайте. Где? Чтобы на русском языке считалось псалтырное чтение и прочее. Сегодня вот этот канон Григория будет читать. Это просто антракт молчания. Скажи, перескажи, о чем был. Да не знаю. Надо жизнь Григория знать. Это борьба с ересами. Надо знать. Самое главное, смысл его, в чем заключался. А без слова Божия ничего бы не доказал. Прославляя святого канона, сказать, ты, Григорий, велик тем, что слово Божие было для тебя авторитетом. И ты, согласно великого слова Бога Иегова, знал, как еректико посадить. Ты знал, как разбить их безумные слова против Бога. Потому что у тебя Библия была в руках. Почему мы терпим поражение? Потому что слово твое не имеет авторитета. Его не насадили. Нас к нему не приучили. Вот нужно говорить и плакать на сегодняшнем каноне. И Откровение 3.18 Господь говорит, и так, как ты сохранил слово терпение моего, и я сохраню тебя от годины искушения. Годины искушения – это испытание. Может быть война, нашествие мусульман. Мы не знаем, что будет здесь. Китай подвигнется. Господь обещает сохранить только тех, которые сохранили слово. Ведь нас под удар поставили. Мы не сохранили слово, скажет Господь, в эту графу вы никак не попадаете. От годины искушения – слово терпение. Как это слово терпение? Не просто терпение, и не слово, а слово терпение. Во-первых, считать нужно с терпением. Что ты не понимаешь? А Златоуст говорит, ты не понимаешь, а дьявол понимает, когда ты считаешь. Ты считай, он трепещет. Он не может смотреть. Я не знаю, из чего это Златоуст сказал, но он говорит, Библия делает дом недоступный для дьявола. Я не очень верю этим словам. А все-таки приятно слышать. Исайя, 40 глава, 8 стих. Трава иссыхает, свет ее опадает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Если оно, слово пребудет вечно, это сходится с тем, что Господь сказал. Значит, на земле трава, свет ее напоминает нам. Как, как увидел, быстро светет все, и юность проходит, а слово Божие вечно. В этом слове миллионы людей нашли утешение. У меня немалый опыт общения с Библией. Я разные переводы насчитывал на пленку. И скажу, с нашим синодальным переводом даже близко не может. Я не знаток языков, но я ее полностью читаю на немецком, английском, латышском. Считал, сравнивал. Подходил к тем людям и говорил, как у вас ли? И которые знают язык, да никакого сравнения, это какой у вас перевод. Насколько он красочен, насколько прекрасен. И кто против перевода, перевод надо другое делать, они на язык ничего не знали. Она должна слиться с дыханием нашим. Какой бы случай ни был, ты сразу... А Библия говорит так. Итак, Иоанн, 5 глава, 24 стих. Слушайте слово мое, говорит Господь. Деяние 13, 48. Язычники, слыша это слово, радовались и прославили... Кого? Слово. Значит, оно было у них, и они прославили. Русский человек как может прославить слово? Ну, он может говорить славу отцу и Сыну и Святому Духу, повторять можно. А это слово живое, неизменное. Потом, его, чтобы знать, надо все время читать. Это бездна и глубина. И прославили слово, которое было... Которым были они предоставлены к вечной жизни. Слово Божие берет нас, научает и представляет к вечной жизни. По всем местам Священного Писания, рассматривая, мы находим, что Слово Божие настолько прочно поставлено, что ни одна черточка не может из него куда-либо уйти. Мы же имеем такое счастье, что имеем перевод на каждую черточку. Затауз говорит, запятой не оставляй без внимания, сколько там всего скрыто. Напоминаю, первый стих, Исаия считает, во-первых, первый стих. Один стих. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли храм. Вообще там проповедует нечего. Шесть проповедей. И каждая проповедь больше часа. Шесть. Затауз берет Деяния Апостола в заголок. Шесть проповедей. Почему он является по сей день непревзойденным проповедником? Величайшим в мире. Мы говорим, называем золотые уста. А они золотые, это от чего стали? То, что Слово Божие вошло в него. Он привязался, он прилепился, он вошел к нему. Если только мы именем Затауза где-то прикрываемся, то даже сразу сказать, а его вся мудрость была из Слова Божия. И так, ни одна черта не предет. И скажем, Господь, не допусти, чтобы я утерял хотя бы одну черточку из Писания. С великим тщанием смотрите в него. Ищите. И на каждую беседу у нас идут занятия. Не все остаетесь. Оставайтесь. Некоторые не ходят на занятия в университет. Я скажу, вы будете очень жалеть. У нас повторений очень мало кто ходит постоянно. И они говорят, мы это уже проходили, но события показывают, что в новом свете мы все это видим. Аминь.